МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Главные события жизни региона, актуальные комментарии и важные итоги прошедших 7 дней. Наши корреспонденты постарались увидеть суть, не упустив ключевых деталей. Здравствуйте. Союз нерушимый. В Гомельской области отмечают День единения народов Беларуси и России. Люди – это главное. Региональный бюджет сохраняет социальную направленность. Незолотые метры. Строительство жилья с господдержкой останется доступным. Игра форм и цветов. Расскажем о невидимой стороне прекрасной и сложной работы гомельских цветоводов. Сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России. Праздник зародился в 1996 году. В этот день представители братских государств традиционно обмениваются поздравлениями. Проходят различные конференции, просветительские лекции и акции. В Гомеле по случаю Дня единения прошли торжественное собрание и концертная программа. В мероприятиях приняли участие представители трудовых коллективов, молодежи, ветераны Великой Отечественной войны и труда, а также руководство Гомельщины и делегация Брянской области Российской Федерации. Гомельская область активно поддерживает добрососедские отношения с Россией. Эта страна является главным стратегическим партнером нашего региона на внешнем рынке. Реализуются многочисленные совместные белорусско-российские проекты. Происходит обмен официальными визитами. Только областной центр имеет 17 договоров об обратимских связях с российскими городами и районами. В прошлом году в Гомеле был открыт российский центр науки и культуры. О других важных событиях, которые на этой неделе попали в объектив моих коллег, в кратком обзоре. 1 апреля по инициативе Минлесхоза в стране началась традиционная акция «Неделя леса». В этом году у нее юбилей. Всех желающих внести свой вклад в создание новых лесов в Беларуси пригласили в 10-й раз. Акция продлится до 8 апреля. На Гомельщине принято решение активизировать работу по сдаче в аренду водоемов. Речь идет о почти 770 километрах рек и 1000 гектаров озер. При этом ежегодная оплата за каждый километр или гектар составит максимум 2 базовые величины. На этой неделе в 9 городах Беларуси прошел заключительный этап Республиканской Олимпиады по 17 учебным предметам. Гомель принимал знатоков белорусского языка и литературы. Всего 120 участников. Свои команды представили все области Республики, город Минск, а также лицей Белгосуниверситета. Продемонстрировать знания приехали также гости из Литвы и Польши. Бюджет Гомельской области в прошлом году сохранил социальную направленность. Большая часть расходов, 65%, была потрачена на выполнение обязательств государства перед гражданами. На этой неделе Минфин опубликовал официальный бюллетень об исполнении бюджетов за 2016 год. Согласно данным Министерства финансов по результатам прошлого года, консолидированный бюджет области сформировался в сумме более 2 миллиардов рублей. Планы по доходам исполнены на 100,5%. Наполняемость местных бюджетов увеличилась почти на 3%. Более эффективное использование госимущества, земельных и финансовых ресурсов дополнительно привлекло 76,5 миллионов. В прошлом году бюджет сохранил социальную направленность. Обеспечена своевременная выплата зарплаты и других платежей. Область полностью рассчиталась за топливно-энергетические ресурсы и выполнила обязательства перед республиканским бюджетом. По прогнозу на этот год также гарантируется выполнение всех обязательств. Расходы на социальную сферу будут составлять 71% всей расходной части. По словам специалистов, этой суммы будет достаточно, чтобы обеспечить все платежи по содержанию социальных учреждений, выплате зарплаты, реализации целевых областных программ. К слову, в областном бюджете возросла статья расходов на медицину. На сферу здравоохранения выделили на 18,5% больше средств, чем год назад. На что идут эти деньги? О новых методиках, оборудовании и уровне здравоохранения на конкретных примерах наш следующий сюжет. Паралич. Это слово знакомо многим, но не все знают, что за ним стоит. На самом деле из-за него человек полностью теряет контроль над своим телом, не может двигаться, ходить и становится целиком зависимым от других людей. Возраста у заболевания нет, и для его жертв это большое испытание. Лечить паралич с помощью уникальной методики научились хирурги Гомельской областной клинической больницы. То, что делают здесь, в нашей стране, не делают больше нигде. Пациентов с такими патологиями возвращают к полноценной жизни в течение всего одних суток. На операционном столе пациент, у которого буквально месяц назад обнаружили медленно развивающийся паралич рук и ног. Однако трехчасовая операция, и уже завтра он сможет буквально встать на ноги. В эти минуты хирурги оперируют по японской методике. Обучались ей в Японии у самих авторов. Специально для таких операций закупили особое оборудование. Отделение с ним работает чуть более года. За это время провели почти 700 операций. За здоровьем сюда едут со всей Беларуси, а также из России, Украины, Туркменистана, Армении и других стран. Кроме того, мы обладаем методикой эндоскопического удаления грыж поясничного отдела позвоночника. Это технология, придуманная немецкими хирургами. Она используется широко у нас. Вообще все методики, используемые у нас, направлены прежде всего на то, чтобы как можно раньше мобилизовать человека, поставить его на ноги. Японская и немецкая методики – лишь малая часть. К примеру, только за прошлый год здесь освоили 24 новые технологии. Причем врачи не только перенимают мировой опыт, но и ведут свои разработки интерес, которым проявляют уже зарубежные коллеги. Так, это устройство для лечения врожденной косолапости у детей. Во всем мире оно давно известно как брейсы. По статистике, на тысячу новорожденных приходится 3-4 ребенка с такой патологией. Белорусским малышам до недавнего времени для победы над болезнью приходилось носить импортные брейсы. Их стоимость – 400 евро. При этом периодически нужно покупать новые. Гомельские врачи изобрели аналог. Он запатентован, запущен в серийное производство и теперь доступен белорусам бесплатно. Вот у меня через руки с этими изделиями прошло около 60 детей. Вот у нас здесь несколько конференций прошло с участием англичан, и мы им показывали. Они были, в общем-то, в восхищении. К слову об англичанах. Жители Великобритании вынуждены платить даже за рецепт на лекарства. У нас же даже речь не идет о таких мерах. Причем в последнее время работы по выдаче рецептов активно совершенствуется. Вместо бумажных во многих поликлиниках уже выписывают электронные. В технологии охвачены три района области и частично Гомель. В этом году к ним присоединятся еще несколько районов. Иными словами, медицина Гомельщина идет в ногу с лучшими мировыми тенденциями. Еще одно доказательство – Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. В его лабораториях учатся приручать стволовые клетки. Такие работы, кроме Гомеля, ведут только в Минске. В нашем регионе новейшая методика уже к концу этого года даст шанс на выздоровление сотням людей с диагнозом лейкоз. Пока это перспектива, но даже сейчас пациентам детского гематологического отделения этого центра удается победить болезнь в 88% случаев, что довольно высокий показатель на мировом фоне. В числе пациентов центра также Анатолий Володько, любитель зимней рыбалки, не раз проваливался под лед. Итогом стало то, что отказались сразу обе почки. Потребовалась трансплантация. С момента операции прошло более двух лет. Анатолий пришел в норму и пополнил свою рыболовную копилку на сотню килограммов улова. Правда, теперь рыбачит с особой осторожностью и периодически наведывается к своим спасителям для планового обследования. Низкий им поклон. Вот что я хочу сказать. Низкий поклон до земли. И благодаря им я сейчас живой. Можно вот так вот сказать. Неизвестно, что было бы со мной. Как бы там что сложилось, один бой знает. Подобных операций в прошлом году здесь провели почти полсотни. И каждый год благодарных пациентов становится больше. Количество трансплантаций увеличивают. Современное оборудование позволяет сложные операции и процедуры сделать менее болезненными и травматичными. Даже пункцию здесь уже не берут традиционным способом. С проколами и забором образцов ткани. Теперь это делают в режиме онлайн. Детально увидеть клетку органа позволяют уникальные приборы. Данное устройство можно назвать онлайн микроскопом. То есть он позволяет нам провести исследование внутри организма. Можем сразу поставить диагноз. С минимальными повреждениями благодаря информационным лазерным технологиям проводят операции даже в областном кардиологическом центре. Так здесь лечат серьезные патологии сосудов, которые без хирургического вмешательства могут привести к смерти. Теперь победить ее можно всего за 15 минут. Сейчас под УЗИ-контролем заводится лазерный световод в патологически измененную вену. Мы с больной разговариваем, спрашиваем у нее, больно ли или нет. Марина Михайловна, вам больно? Нет. То есть происходит все под местной анестезией. После такой процедуры пациент встает и выходит из операционной самостоятельно. То есть на реабилитацию уходит меньше времени, чем это было раньше. Человек быстро восстанавливается, а значит меньше находится в больнице. В итоге сокращаются расходы на финансирование стационара. То есть это опять-таки экономика здравоохранения, которая позволяет благодаря рациональному использованию финансовых средств в том же объеме финансирования, но тем не менее выполнять больший объем и в плане и общестроительных ремонтных работ, и в плане возможности приобретения или же обновления медицинского оборудования. Такая экономия позволит привести современные технологии в районные центры. Так, в ближайшие годы в Мозыре и Жлобине появятся эндоваскулярные установки. Они позволяют проводить операции без наркоза. А это выход для многих пациентов, которых подвергать анестезии нельзя. Но самое главное, это, пожалуй, экономия не денежных средств, а ресурсов человеческого организма. Ведь если высокие технологии позволяют победить болезнь, причем сделать это с высокой точностью, быстро и не причиняя боли, значит это того стоит. Анна Ковалева, Игорь Морищенко, Новости недели. Продолжим тему социальных гарантий. Поговорим о том, что сейчас актуально в сфере жилищного строительства. В Гомельской области более 90 тысяч семей стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Таковы данные облстата. В прошлом году в новые квартиры перебрались около 2,5 тысяч семей. В основном молодые и многодетные. Конечно, очередь движется не так быстро, как хотелось бы. Но есть другие несомненные плюсы. Если сравнить прошлогодние цены на квадратный метр в областных центрах страны, то дешевле всего строится было именно в Гомеле. В этом году, несмотря на экономическую ситуацию, низкие цены планируют сохранить. Согласно постановлению Совмина на строительство жилья с господдержкой дополнительно выделят 50 миллионов рублей. Сейчас Минстрой утверждает перечень жилых домов, которые можно будет построить за эти средства. Все многоэтажки должны появиться в белорусских городах уже в этом году. Принятое постановление позволит ввести дополнительно не менее 75 тысяч квадратных метров жилья с поддержкой государства. Речь идет о сумме 5,6 миллиона рублей кредитных ресурсов на сегодняшний день до 10,5% годовых. А сколько изначально планировалось потратить на эти цели? Изначально планировалось потратить 17 миллионов льготных кредитных ресурсов под 5% годовых и 3,5 миллиона рублей под 10 и более. В настоящее время вот эта добавка составила 5,6 миллиона рублей. Итого у нас получается, что 9 миллионов рублей у нас кредитных ресурсов свыше 10% годовых и 17 миллионов кредитных ресурсов под 5% годовых. Едвига Викторовна, а куда будут потрачены в Гомельской области эти средства? Где появятся новые дома? За эти средства принято решение, эти перечни будут утвердены постановлением Совмина, построить два дома. Один дом в 104 микрорайоне на 63 квартиры, а второй дом по улице Федюнинска. У нас там разрабатывается новый микрорайон. Это будут дома КПД. Стоимость не должна превышать 660 рублей. И 75% от стоимости данных квартир будут прокредитованы за счет вот этих кредитных ресурсов. Кто сможет получить кредиты и на каких условиях они будут выдаваться? Данные кредиты могут получить все граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий в городе Гомеля. Администрации районов будут направлять граждан, желающих получить данные кредиты, на строительство двух жилых домов. Условия получения кредита 75% от стоимости жилого дома. Условия кредитования в настоящее время ставка рефинансирования плюс 3% пункта, минус 50% ставки рефинансирования. Получается 10,5%. То есть условия очень выгодные. Обзавестись собственным жильем, конечно, желает каждый. Родные стены, безусловно, греют. Особенно хорошо, когда дом, полная чаша, а гостей встречают пышным караваем. С этим в Гомельской области, к счастью, проблем уж точно нет. У хлеборобов региона как раз начинается горячая пора. По оперативной информации Минсельхоспрода Беларуси, ранние яровые культуры в регионе посеяны более чем на 85% отведенных для них площадей. Это вдвое превышает прошлогодний уровень и является самым высоким показателем в республике. С работающими на полях встретились наши корреспонденты. Еще неделю назад выйти на это поле не могла даже легкая техника. Не то, что современный кировец. Однако несколько дней сильного ветра, на который столько жаловались горожане, для сельской местности стали в какой-то мере спасением. Земля просохла так, что теперь почва удерживает трактор без проблем. В отличие от двух предыдущих лет, сейчас в земле достаточно влаги для растений и это необходимо использовать максимально эффективно. В этом году, наверное, условия намного лучше, чем в прошлом году. Мы, в принципе, вошли даже раньше, чем в том году, поселную. И в почве влага есть. Была зима намного более снежная, чем в прошлом году. И условия отличаются, я думаю, и урожай мы получим. Учитывая, что в этом году и озимые перезимовали намного лучше, чем в прошлом, планы на хороший урожай тем более реальные. Конечно, от погоды можно ожидать любых сюрпризов. Однако в Урицком настроены на максимальный результат. Полевые работы здесь начали 3 марта. К Севу приступили 10-го. Во причине пока еще высокой влажности на некоторых участках на поля вывели не все агрегаты. Однако те, что вышли, работают как часы. Сельская музыка весны – это звук трактора, идущего по полю. Практически одновременно сельхозпредприятиями к весенним полевым работам приступили и крестьянские фермерские хозяйства. Объемы здесь, конечно, ниже. Зато они мобильные и могут заниматься культурами, которые в промышленных объемах пока не выращиваются. Артем Ткачев живет в деревне Зябровка Гомерского района. Сегодня его основная специализация – так называемые зеленые культуры, включая уже подзабытую, однако все еще востребованную брюкву. Мне самому, во-первых, интереснее выращивать что-то необычное. И для людей, так сказать, расширять ассортимент продукции. Так как сейчас потребитель стал более подкованный. Больше появилось информации, больше появилось ассортимента и на рынке, и в магазинах. И появляется больше людей, которые хотят чего-то нового попробовать. И я стараюсь этим новым чем-то удивить. Кроме того, в планах молодого фермера выращивание земляной груши – топинамбура, из которого получают различные биодобавки, а также чай и муку. По сути, это импортозамещающий проект, пока вся подобная продукция в Беларусь заводится из-за границы. При этом небольшое фермерское хозяйство может заниматься тем, что пока не позволит себе ни одно крупное сельскохозяйственное предприятие – выращивать экологически чистую продукцию. Урожайность в этом случае, конечно, ниже, однако польза для здоровья несоизмеримо выше. Урожайность действительно ниже, когда не используются химические обработки, минеральные удобрения. Но более полезный получается урожай. Я к этому пришел с заботой о своем здоровье и стараюсь выращивать для тех людей, которые заботятся о здоровье своих детей, своих семей. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Новости недели. И немалых финансовых затрат. О невидимой стране прекрасной и сложной работы гомельских цветоводов расскажет Анна Корольчук. По итогам 2015 года гомель получил звание самого благоустроенного областного центра Беларуси. Причем такая награда досталась городу не в первый раз. Трижды за последние пять лет гомель становился лучшим. Итоги прошлого года еще не подведены, а городские службы уже готовятся к новому сезону. Работы начались в конце февраля, сразу после схода снега. Это и очистка лунок с заменой грунта, помывка ствола от соли, подкормка корневой системы. Особое внимание уделяется посадкам на центральных улицах, ведь здесь экологическая нагрузка выше. Кстати, гомель снова может обрести статус города каштанов. Последние годы деревья начали болеть, что стало причиной их массового удаления. В прошлом году заложили новый питомник на 4000 каштанов для последующей высадки в городе. Были собраны наши каштаны и также привезены из ботанического сада. Чистые. И заключили мы договор с ботаническим садом. Предполагается, что через 7-8 лет совместными усилиями научных сотрудников и специалистов красной гвоздики саженцы подрастут и их высадят в открытый грунт. Пока же в гомеле отдают предпочтение липам и кленам. Во всех районах города уже прошли обрезка и формовка крон. Им подверглось более 10 тысяч деревьев. С каждым годом количество зеленых насаждений в городе увеличивается. Основные работы выполняют специалисты красной гвоздики. После поступления заказов здесь разрабатываются эскизы цветочного оформления города. В парниках предприятия разные виды хвои, туи, можжевельника. Объемы выращиваемой рассады цветов растут ежегодно. Если в том году их было 420 тысяч, то в этом на 140 тысяч больше. Красная гвоздика постоянно стремится работать с новыми сортами растений и экспериментировать. Новых 9 видов петуни, которые украсят наш город. И наши горожане увидят красоту всего. Новые сорта бархатцев. Здесь вы видите уже подрастающую рассаду, цегерань, которая будет у нас в этом году пробовать украшать новые виды малой композиции, архитектурной формы, которую разработали наши дизайнеры. Количество видов рассады однолетних растений в парниках предприятия более 70. Особенно популярны виолы, бегонии, сурфинии и цюльпаны. Учитывая потепление климата, в этом сезоне решили поработать с нетипичными для наших широт теплолюбивыми растениями. Заявки от каждого района Гомеля поступают осенью. В этом году на клумбах появятся экзотические южноафриканские и южноамериканские цветы. Кроме цветочного разнообразия, специалисты предприятия обещают удивить оригинальными формами вертикального озеленения. Также на красной гвоздике заложили молодой розарий. Не первый год клумбы напротив зданий администрации железнодорожного района украшают кусты роз, и ландшафтные дизайнеры предлагают распространять эту практику. С таким выбором цветов для озеленения города согласен и Владимир Гуценков, который занимается цветоводством более 40 лет. Сегодня существует достаточное количество сортов роз, предназначенных для посадки в городских условиях. Единственная опасность в таком случае – это вандализм. Кроме этого, цветовод советует обратить внимание не на южные цветы, а на морозоустойчивые виды растений. В конце апреля, в начале мая будет вести тагетис, гербена, львиный зев. Чтобы не сажать виолу, посадить сразу на постоянное место эти растения. То есть уменьшить значительно затраты, могут уменьшить предприятия. И оно все время будет вести. Не надо два раза пересаживать. Ну и потом еще у меня мечта здесь – посадить гортензию на клумбы. Я видел Минский, хотелось, чтобы такое было и в городе. Рассказывая об озеленении города, нельзя упустить из виду и одну из главных достопримечательностей Гомеля. Накануне майских праздников социальные сети заполняются фотографиями именно оттуда. Настоящий символ весны в Гомеле – это композиция из тюльпана в парке Румянцевых и Паскевичей. Каждый раз они распускаются и радуют жителей и гостей города своим разнообразием. Ежегодно здесь высаживается около 100 тысяч луковиц растений. Под цветники в парке используются полторы тысячи квадратных метров. Они засаживаются два раза в год – вначале луковичными, а потом однолетними растениями, которые цветут до самых заморозков. Пока что на клумбах распускаются одинокие крокусы с прошлого года. Но в середине апреля посетителей парка ждет настоящее буйство красок. Это будут и крокусы, и ранние тюльпаны ботанические, и сортовые тюльпаны голландские, и мускарики, и гиаценты. Мы будем надеяться, что и розарии наши перезимовали, и верески наши сохранились, и магнолии у нас зацветут. Многие привыкли к тому, что наш город зеленый и чистый. Вся эта красота вокруг нас – труд большой команды людей. Создавать ее непросто, еще тяжелее сберечь. То, каким будет наш город завтра, во многом зависит и от нас с вами. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Павел Антонов, Сергей Лукашук. Новости недели. По традиции, в конце итогов выпуска новостей мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. На связи наш обозреватель Юлия Борисовец. Она расскажет о самом интересном. Юлия, здравствуйте. А чем вам запомнилась эта уходящая неделя? Здравствуйте, Дмитрий. Уходящая неделя действительно подарила много интересного и отметилась в календаре сразу четырьмя международными событиями. Театральное учреждение Гомельщины представили для своих зрителей немало сюрпризов во Всемирный день театра. А городские библиотеки в дни весенних каникул отметили литературный праздник, посвященный Международному дню детской книги. В свою очередь в городском центре культуры, ко Дню единения народов России и Белоруссии, гостей собрал Вечер русской культуры. Ну и, наконец, в Международный день смеха гомельчане улыбались вместе с артистами областной филармонии. Международный день театра на Гомельщине прошел ярко и зрелищно. В Гомельском областном драматическом театре праздник отметили и дистанциальным представлением театр начинается. А в Мозырском драматическом театре имени Мележа премьеры спектакля «Любовь, семья» и «Третий лишний». Вечер российской культуры в Гомеле прошел с национальным колоритом. Викторины, игры, кухня, ремесленничество, а также поэзия и танцы. Кроме того, всех присутствующих организаторы угостили русской кашей. Но сблизило гостей городского центра культуры пение народного фольклорного ансамбля из России «Веселые девчата». Мы веселые девчата, нам всего за 20! Следующая неделя обещают быть не менее щедрой на интересные культурные события. Предприятия киновидиосети «Гомельщины» проведут «Дни российского кино». Вниманию зрителям предложат новые российские фильмы, среди которых уникальный кинопроект, основанный на реальных событиях «Время первых». Историю безграничного мужества покажут в кинотеатрах 6 апреля. Также на следующей неделе, 7 апреля, состоится международный конкурс «Ренессанс гитары». Музыкальный форум соберет на сцене городского центра культуры артистов из Беларуси, Украины, России, Сербии, Израиля. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за культурными событиями Гомельской области вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Культурный обзор подготовили Юлия Борисовец и Евгений Макенко специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших 7 дней. Мы следим за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова